Доброе утро коллеги, спасибо всем, кто нашел время, чтобы присоединиться к нашему веб-минару. Надеюсь, меня слышно. И пара организационных вопросов. Мы пользуемся приложением Adobe Connect для проведения веб-минара. У вас на экране есть окно чата, в которое можно писать что угодно. Но вопросы лучше писать в другое окно, которое называется «Вопросы и ответы», потому что в чате оно может утонуть просто. И вопрос останется без ответа. Ну и давайте перейдем к нашему веб-минару. Тема очень обширная, сетевой анализ в геомаркетинге. И вообще она требует, наверное, часа три. Но поскольку времени у нас намного меньше, пришлось по максимуму урезать. Если мы вдруг выбьемся из графика, то получится не 45 минут, а больше, то и у вас не будет времени на то, чтобы слушать, то в принципе, если все пойдет нормально в плане записи, то запись веб-минара будет доступна на нашем YouTube-канале. Ее можно будет посмотреть потом. Так, ну давайте приступим. Значит, про сетевой анализ в геомаркетинге. Мы сегодня поговорим про инструменты Network Analyst, модули Network Analyst, которые входят в состав Argus, и про их применение именно в разрезе геомаркетинга. И, наверное, я захотел сделать не столько слайды, сколько реальную демонстрацию на таких почти практических примерах. Давайте приступим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, сейчас я тогда повторю. Значит, моделирование реальной дорожной сети основано на математической модели графа. Есть математические различные алгоритмы, в том числе поиска маршрута по графу. И, собственно, эту математическую модель переложили на географические данные и добавили в этот граф разные надстройки, которые позволяют моделировать, превратить граф в приближенную модель реальной дорожности. То есть, появляется там время пути по ребру. Появляются запрещенные повороты. То есть, мы знаем, что в реальности у нас не с каждого ребра на каждое ребро можно повернуть на дороге. Появляются направления движения, односторонние движения, ограничения для разных типов транспорта, ну и еще масса самых разных надстройок. Модуль Network Analyst довольно-таки обширный. В нем есть разные инструменты. Например, инструмент построения маршрутов, инструмент построения зон обслуживания. То есть, это полигон, который показывает, до какой территории можно доехать из определенной точки за определенное время. Есть задача размещения и распределения, про которую мы сегодня в основном будем говорить. Есть поиск ближайших пунктов обслуживания. То есть, есть масса баз, есть некоторое количество пунктов. И надо каждый пункт привязать к ближайшей базе. Есть еще отдельный набор алгоритмов. Это VRP, Vehicle Routing Problems, то есть, это маршруты парка транспортных средств. Так, а звук? Напишите, пожалуйста, звук действительно плохой или у кого как? Ну, у кого-то нормальный, пишите. Так, ну ладно, окей. Продолжаем. Значит, VEFicle Routing Problems, это расчеты. Ну, грубо говоря, есть у организации набор заказов, есть некий набор транспортных средств, которые позволяют, с помощью которых эти заказы нужно обслуживать. И эта задача решает как-то сделать оптимально с минимальными затратами по времени или по пробегу. Ну, и или. То есть, там и то, и то оптимизируется. И есть инструмент расчета матрицы расстояния. Матрица расстояния – это большая таблица, с которой записано, как добраться из одной точки в другую. Точнее, сколько времени займет перемещение из одной точки в другую. То есть, масса точек, из которых едут, масса точек, в которые добираются. И эта таблица сразу показывает, сколько времени займет перемещение из всех точек во все точки. Ну, собственно, вот картинки, которые показывают маршруты, зону обслуживания, размещение распределения, поиск ближайшего пункта обслуживания, VEFicle Routing Problems и матрица расстояния. Ну, в принципе, для тех, кто только начинает знакомиться с этой темой, есть, например, задача попытаться посчитать, сколько клиентов может приехать из зоны в радиусе 15 минут езды на машине. Ну, то есть, фактически 15 километров. Ну, и самое простое решение – это нарисовать круг и посчитать, что в него попало. Но, на самом деле, если мы попробуем посчитать то же самое по графу дорог, то есть 15 минут пути, то мы обнаружим, что путь по реальным дорогам, он значительно больше времени занимает, чем перемещение по прямой. Поэтому у нас получатся совсем другие результаты. По площади там это будет разница раза в четыре. Соответственно, расчеты у нас по большому кругу будут, очевидно, не совсем корректны. Поэтому всегда лучше использовать граф дорог. А еще вдобавок, здесь вы на снимке видите, что тут еще использовался исторический трафик. То есть, мало того, что по дорогам как бы ехать дольше, чем по прямой, так еще бывают затруднения движения и, соответственно, время пути еще увеличивается. Для чего можно применять зону обслуживания? Ну, самые разные варианты. Каждая компания, наверное, может придумать свой. Самые очевидные – это зона, в которой возможна доставка в течение 30 минут. Это часто рассчитывают. Зона, с которой потенциально могут приехать клиенты. Зона влияния торговой точки. И давайте перейдем, я просто покажу пару примеров зонами обслуживания на примере продукта Аргиз-Про, основного настольного продукта. Значит, можно рассчитывать в нем зону обслуживания с учетом трафика, без учета трафика. Ну, например, я сейчас рассчитаю без использования исторического трафика. То есть, это перемещение автомобилей как будто по пустым дорогам. То есть, номинально разрешен, с максимально, по сути, разрешенной скоростью движения по этой дороге. Вот, вы видите, эта зона большая. Ну, и можно посчитать с использованием исторического трафика для прямо с текущего момента. Это не живой трафик, это исторический. То есть, это некая накопленная статистика за три года. То есть, трафик, который прямо сейчас, который можно посмотреть в сервисах, типа Яндекс.Пробки, он немножко другой. Ну, и опять же, к графу дорог тоже можно присоединить живой трафик, аналогичный тому, что использует Яндекс.Пробки, который я упоминаю, потому что все знают этот сервис. Еще зону обслуживания можно рассчитывать в трех вариантах. Можно рассчитывать генерализованные, они считаются быстрее всего. Ну, тут у нас пример маленький, тут как бы скорость, она примерно одинаковая. А если у вас там 50 зон обслуживания или площадь зоны обслуживания большая, там на три города, то она будет считаться долгой. Поэтому генерализованная зона обслуживания, она как бы считает эту зону только по основным дорогам, но считается зато быстрой. Можно посчитать точную зону обслуживания, которая будет учитывать там вплоть до дворовых проездов. Считается она чуть-чуть подольше, ну, чуть-чуть это на этом примере, а на больших территориях она будет считаться намного дольше. И есть некий промежуточный вариант, компромисс между качеством и производительностью, ну, который, в общем-то, наверное, оптимальнее всего использовать. Ну, и можно посчитать зоны для нескольких точек, посмотреть, можно их объединять. То есть тут масса вариантов, опять же, я, наверное, все не буду рассказывать, иначе мы совсем никак не уложимся по времени. Ну, еще что хотелось показать, можно, значит, в этих зонах суммировать некие показатели. Ну, это я сейчас заранее сделал расчет, опять же, для экономии времени. Вот я тоже посчитал зону обслуживания, запустил инструмент суммирования точек, вот эти точки, это реальные дома в Москве, с информацией о количестве домохозяйств в этом доме. Можно запустить процедуру суммирования по полигонам, и продукт Argus Pro позволяет еще достаточно быстро, удобно строить графики. Например, можно суммировать, показать сумму домохозяйств в каждом полигоне, и интерактивно выбрать, посмотреть, где что. То есть там 200 тысяч, там 250 тысяч домохозяйств у нас вот в этом большом полигоне. Ну, про зону обслуживания, наверное, сегодня, закончим, давайте перейдем к задаче размещения, распределения. В чем основная идея этого инструмента? Есть масса точек, ну, проще всего представить, что это дома или клиенты, то есть точки, у которых есть некий ресурс. Есть базы, это могут быть склады, магазины, пункты обслуживания, пожарные станции. И нам нужно разместить эти базы таким образом, чтобы расстояние от этих баз до клиентов было оптимальным. Ну, а критерии оптимизации, соответственно, там в этом инструменте еще где-то 7 алгоритмов, и у каждого из них свои критерии оптимальности. Ну, объединяет их то, что все они используют расстояние для оптимизации. Для чего можно использовать эти инструменты? Ну, например, для того, чтобы посчитать, где лучше разместить новый объект, с учетом, например, имеющихся старых. Можно с помощью этого инструмента посмотреть, как распределяется и как распределится ресурс между объектами, между базовыми складами или магазинами. Можно также посмотреть, сколько ресурсов забирают конкуренты. поскольку иногда, ну и часто, в общем, есть еще конкуренты, которые на себя оттягивают ресурсы. И там также можно посчитать, условно говоря, долю рынка. То есть количество ресурсов на определенной территории, которая достается, условно говоря, нам, а какое достается конкурентам. Давайте тоже покажу практический пример. В качестве примера возьмем Почту России, как организация, которая старается своими отделениями покрыть максимум территории и максимум пользователей. То есть разместить свое отделение поближе к клиентам. Это реальный район Москвы, реальные почтовые отделения и реальные дома с численностью домохозяйств. Первое. И, собственно, вот можно зайти в меню этого инструмента. И мы здесь видим 4-7 разных алгоритмов. Начнем с максимизации покрытия. Что он делает? И вообще, в принципе, как работает этот инструмент? У нас есть некие объекты-кандидаты. Вот они обозначены знаком с почтовым письмом. И есть точки с населением, которые являются ресурсом. Ну, углубляться в интерфейс я не буду. Ну, собственно, идея такая, что нужно указать инструменту, сколько мы хотим из кандидатов выбрать объектов, которые пойдут в конечный результат. И алгоритм будет стараться разместить это количество объектов, например, 4 объекта, таким образом, чтобы они, ну, вот именно в данном варианте задачи, покрывали максимум точек, которые у нас есть. Ну, давайте я попробую их запустить. И, то есть, из 13 кандидатов алгоритм выберет сейчас 4 объекта. То есть, если мы уберем сейчас этот значок, вот мы выбрали 4 объекта. И еще есть параметр cutoff, то есть отсечение. То есть, расстояние от точки с населением, от дома до склада, до базы, до почтового отделения, не должно превышать 30, в данном случае, минут ходьбы. Ну, и можно рассчитывать для разных вариантов, то есть, для автомобилей, для пешеходов, можно придумать какие-то свои, там, для грузовиков и так далее. Все это настраивается. Опять же, можно с учетом, без учета исторического трафика, с учетом исторического трафика и так далее. Выбрали 4. Ну, давайте сначала посмотрим вообще, как у нас распределяется ресурс. Для этого мы просто выберем все 13 отделений, то есть, то, что вот вы видели с самого начала. Рассчитаем. То есть, каждое отделение идет в конечное решение. И каждое отделение идет в конечное решение. Вот мы видим это решение. И что мы сразу можем посмотреть? Опять же, с помощью графиков можно посмотреть, какое количество домохозяйств отойдет к каждому почтовому отделению. Просуммировать. Это прямо с помощью графика интерактивно делается. И мы видим, что нагрузка у всех разная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мы посмотрели. И это у нас сейчас расчет идет с условием, что до отделения должно быть не больше 30 минут пышком. 30 минут пышком-то на самом деле много. Предположим, я как менеджер Почты России передо мной поставлена задача оценить, сколько потребуется отделения для того, чтобы уменьшить время пути, ну, скажем, до 15 минут. Попробуем рассчитать и посмотреть, что у нас получится. Так, запускаем расчет. На самом деле у Почты России там есть еще почтовые индексы. То есть это абстрактный пример, не имеющий к, условно говоря, текущим реалиям Почты России никакого отношения. Это просто демонстрация. Вот. Ну и мы видим, что уже количество покрываемых домов уменьшилось. Уже у нас появились какие-то пробелы. И можно, опять же, построить быстрый график и посмотреть уровень покрытия. Значит, большой квадрат – это вот все население в этом районе, а маленький квадрат показывает, сколько мы закрыли. То есть мы закрыли где-то 120 тысяч и 140. Ну, это примерно 90%. И дальше мы можем попробовать, например, увеличить количество, добавить новых кандидатов. Это делается следующим способом. Включаем режим редактирования, выбираем слой, добавляем. Предположим, мы еще нашли помещение, которые подходят для обустройства отделения еще одного дополнительного. Ставим эти кандидаты. Теперь у нас кандидатов уже не 13, а намного больше. И попробуем увеличить количество выбранных. Ну, скажем, что будет, если мы откроем... Или давайте так, возьмем еще один вариант этого инструмента, который называется также Maximize Coverage, и там еще добавляется End Minimize Facilities. То есть он пытается увеличить максимальное покрытие и при этом посчитать, сколько надо... И при этом минимизировать количество отделений. То есть он сам ищет, сколько нужно отделений, чтобы покрыть все дома из всего количества кандидатов, которые у нас есть. Ну и вот мы получаем результат. И, соответственно, можно посмотреть, что алгоритм у нас выбрал... Вот это Fakility Type, это Showsen, это выбранные кандидаты, это те, которые остались в кандидатах. То есть у нас 26 всего кандидатов, из них выбрано... 11. Нет, сейчас, соскочила. Из них выбрано... 19. То есть, в принципе, 19 отделений нам хватит на то, чтобы покрыть всех, все дома, а хотя нет, почти все. То есть здесь у нас не хватило уже... То есть вот тут, в этом маленьком участке, нужно по-хорошему еще одно отделение поставить, чтобы покрыть уже вообще всех. То есть не хватило нам 15-минутного интервала для того, чтобы покрыть эти... Вот. И, соответственно, опять же, можем с помощью графиков посмотреть, как мы теперь покрываем эти... Как мы покрываем население, какая нагрузка на отделение. Уровень покрытия у нас уже близкий к 100%. Ну и, соответственно, можно с помощью вот этого инструмента попробовать разные варианты и попытаться еще потом перевести это все в некие деньги, потому что там открытие нового отделения это достаточно приличная сумма. И, ну, можно посмотреть, насколько у нас увеличивается покрытие в процентах с каждым новым отделением, да, и найти некий компромисс между стоимостью открытия новых отделений и увеличением покрытия населения. Ну и можно еще посмотреть, например, распределение времени пути от отделения до домов. Ну и мы видим, что, несмотря на то, что у нас пределы это 15 минут, на самом деле мало кто идет 15 минут, большинство там 70% или даже больше населения у нас в пределах 10 минут вообще могут дойти до отделения. И, может быть, нам этот вариант даже вполне нас устраивает. То есть, не обязательно покрывать вообще все дома, это может быть слишком дорого, да. Всегда нужно искать, наверное, некий компромисс. И чем нам еще может помочь эти инструменты? Да, есть еще один вариант, это Maximize Capacitated Coverage. Это тот же самый алгоритм, который я вам сейчас все показывал, но он что может? В нем можно ограничить количество ресурсов, которые присваиваются какому-то отделению. Например, мы говорим, что максимум у нас отделение может обслужить максимум 8 тысяч домохозяйств. И все. Дальше оно перегружается, становится перегруженным. Это нам не подходит. И мы можем, в принципе, указать этот предел в модели, указать количество отделений. И оно нам посчитает решение с учетом того, что количество домохозяйств на одно отделение не может превышать такого числа. И это я рассказал про один набор алгоритмов. Есть другой набор алгоритмов, который несколько отличается по самой идее. То, что я показывал, исходит из того, что у нас человек выбирает ближайший к себе пункт обслуживания, до которого ему ближе всего идти. Ну, вот будем считать, что он как-то знает, какой ближайший. И вот если там до одного идти 10 минут, а другого до другого 11, то он обязательно пойдет по тому, до которого идти 11 минут. На самом деле жизнь несколько сложнее. И для этого есть, для того, чтобы это учитывать, есть еще набор алгоритмов, которые, в принципе, называются, ну, близки и используют идею, которая называется привитационная модель ХАП. Значит, попытаюсь ее так очень схематично объяснить. Вот, предположим, у нас есть дом, в котором живет некоторое количество жителей. Мы хотим посчитать, есть два магазина. Один в 10 минутах ходьбы, другой в 15. Мы хотим оценить, насколько, какой процент жителей дома с наибольшей вероятностью пойдет в магазин, до которого 10 минут нужно идти, а какой тот, до которого 15. Ну, потому что, то есть у нас выбор не туда или туда, а мы считаем, что вот с такой-то вероятностью часть жителей пойдет туда, а с такой-то в другой магазин. И, соответственно, у нас этот ресурс будет распределяться пропорционально расстояние, точнее, в обратной пропорции. Чем ближе расстояние, тем как бы лучше, тем больше ресурса забирает эта торговая точка. Но не все определяется расстоянием. Например, у магазина может быть там масса самых разных параметров влияния. Ну, самый такой простой очевидный торговая площадь. Чем больше торговая площадь, тем больше шансов, что человек пойдет в этот магазин, потому что там больше выбор. И это тоже хотелось бы как-то учесть. Поэтому добавляем еще такой параметр, как вес магазина, который может быть там просто пропорционален торговой площади. Или это может быть какой-то более сложный коэффициент оценки, да, там, субъективной оценки аналитика, который делает это решение. Вот. И этот коэффициент тоже будет участвовать в разделении ресурса. Соответственно, ресурс будет делиться обратно пропорционально распаянием и прямо пропорционально весу. То есть, чем больше вес магазина, тем как бы лучше, тем больше ресурсов он забирает. Чем ближе до него, тем, соответственно, тоже лучше, тем больше магазин забирает ресурсов. Ну, можно там в интернете посмотреть, и здесь она на картинке есть, формула расчета веса по гравитационной модели Хаффа. Ну, в общем, смысл такой, что мы умножаем, делим на расстояние, умножаем на вес, суммируем все эти получившиеся числа для каждой торговой точки, потом высчитываем долю каждой торговой точки в этой сумме, это получается процент жителей дома, который заберет эта торговая точка. И на этом алгоритме основан ряд опций, инструмента размещения и распределения. Значит, есть максимизация доли рынка, давайте я переключусь например, максимизация доли рынка и целевая доля рынка. То есть, максимизация доли рынка, опять же, есть кандидаты, из них выбираем столько кандидатов, сколько указал вот этот вариант максимизация доли рынка, выбираем столько кандидатов, сколько указал оператор, с целью оптимизации сделать так, чтобы максимум людей пошло в эти магазины, а минимум конкурентам. Здесь у нас появляются конкуренты, соответственно. Вот пример. Это дома, это реальные супермаркеты города Москва. И вот было с заколками, то есть сейчас я выделю, показаны кандидаты вот таким значком. И вот таким значком в виде тележки показаны конкуренты. А те объекты, которые мы выбрали, показаны в виде звездочек. Мы указываем, что мы хотим выбрать 4 объекта из 7, по-моему, кандидатов. И таким образом, чтобы они оттянули на себя максимум, максимальный процент жителей домов, которые проживают тут. И когда мы запустим этот процесс, я сейчас, наверное, не буду запускать, то мы видим немножко другую картину. То есть каждый дом от каждого дома считается расстояние до всех магазинов, которые попадают в радиус ну не зоны обслуживания, а тот, который мы указали, то есть не более чем 15 минут ходьбы. И дальше рассчитывается, кто, куда пойдет, в каком процентном соотношении. Это немножко сложно уже наглядно визуализировать, поэтому можно визуализировать таким способом. Прикрепить этот слой к другому слою, ну, например, в трехмерном варианте настольный продукт может... Так, ага, хорошо. Сейчас загрузимся. У меня еще тут просто бета-версия стоит, самая последняя, которая скоро выйдет в релизе. поэтому иногда случается падение. Так. Сейчас загрузим. Вот. Посчитали все варианты и визуализировать это удобнее в виде сцены. Ну, как вариант. и программный продукт это позволяет. Сцена это трехмерное отображение тех же самых данных. Вертикальные столбики это дома. Высота вертикального столбика показывает сколько жителей, домохозяйств точнее, в нем живет. Ну, квартир, по сути говоря. И цветом показано то, сколько никакой процент жителей отошел к нашим магазинам. Наши магазины выбраны и показаны звездочкой. То есть, алгоритм выбрал места, в которых максимальный процент жителей как бы, точнее, будет максимальная вероятность того, что жители пойдут именно в наш магазин. С учетом конкуренции. А конкуренты показаны в виде тележек, маленьких черных тележек в круге. И вот можно таким, например, образом визуализировать, можно производить пересчеты и смотреть, что меняется. Ну, и видно, что алгоритм у нас прежде всего поставил, выбрал кандидат, который находился в отдельно стоящем районе, в котором нет конкурентов. То есть, этот алгоритм старается разместить там, где конкурентов минимум. И хотелось бы показать еще одну штуку. Это расчет. Я попробовал сделать расчет для всей Москвы. То есть, можно взять А. Ну да, еще одну забыл упомянуть вещь. Второй вариант алгоритма это значит, этот был вариант, который я сейчас показывал. Это максимизация доли рынка. То есть, в качестве параметра мы указываем в качестве параметра мы указываем сколько мы хотим выбрать объектов из кандидатов. Есть еще вариант целевая доля рынка, в котором мы говорим не сколько кандидатов хотим выбрать, а какую долю рынка хотим занять. Например, 20%. И тогда алгоритм из кандидатов выбирается только, чтобы уложиться как раз в эту долю рынка. Ну и в принципе опять с помощью графиков можно эту долю рынка сразу быстро визуализировать, посмотреть. Ну и вот если мы выбираем четырех кандидатов, то мы занимаем порядка 10%. И в принципе такой же расчет сделан для всей Москвы, со всеми торговыми точками, всеми домами. Данные не самые свежие, но это просто для демонстрации самой идеи. И результаты тут большой расчет на всю Москву. То есть так его визуально трудно что-то сказать. там можно посмотреть среднее для Москвы время пути до каждого магазина. Но это ладно. Хотелось показать другое. Есть еще один продукт Insights for Agis. Это система бизнес-аналитики скажем так визуализации и анализа геопространственных данных и она позволяет быстро наглядно проанализировать и визуализировать географическую информацию. Причем делается это очень просто. То есть можно ее может использовать человек ну то есть если Argus Desktop требует все-таки некоторого времени на изучение и подготовку желательно чтобы специалист как бы хотя бы прошел там курсы получился то Insights это веб-приложение работает с любого компьютера на котором есть браузер и оно очень простое. Вот сейчас я я взял короче говоря все дома в Москве взял все магазины пропустил через модель которую я вам только что показывал то есть посчитал какую какая доля людей в какой магазин пойдет ну там еще немножко суммировался это агрегировал и вот смотрите с помощью инсайта можно например посмотреть какая торговая сеть преобладает в каждом доме ну тут как бы так все агрегировано взял пять самых крупных сетей и все остальные сети попали в категорию другие можно посмотреть на карте можно выбрать но самое интересное построение графика то есть опять же можно очень быстро построить кольцевую диаграмму которая нам покажет распределение преобладающей каждом магазине сети в Москве то есть это не распределение всех всего ресурсов по москве мы считаем какая сеть забирает больше всего ресурсов доме и как бы этот дом отходит этой сети даже точнее а можно еще и посчитать да какой ресурс локейтед вид и отходит ну и как мы видимо видеться цифры почти совпадают и в чем как бы интересная особенность этого продукта графики можно много где строить в конце концов в экселе если захотеть здесь во-первых это все быстро делается во-вторых тут есть интерактивный выбор то есть мы можем выбрать категорию на графике и тут же увидеть как это отображается на карте можно посмотреть где у нас там находятся магазины в которых большинство отбирает например магнит каких перекресток и все это наглядно быстро визуализировать еще один вариант визуализации можно прогрегировать по округам в виде стековой диаграммы и например отсортировать по убыванию по возрасту да по убыванию ну здесь у нас сейчас количество домов а нам наверное нужно вес то есть количество домохозяйств а не количество домов вот и что мы можем увидеть это агрегированные уже данные по округам и можно посмотреть например распределение преобладающих скажем так торговых сетей в разных округах Москвы ну во-первых видно что в разных округах разное количество домохозяйств во-вторых во-вторых можно нажать на выбрать ну например это у нас что это у нас дикси да а это у нас пятерочка и мы видим что там пятерочка имеет преобладающую долю в юго-восточном округе а например магнит у нас почти во всех округах присутствует ну например его мало в юго-западном округе и в принципе в инсайте очень много чего можно делать это я показал лишь малую часть то есть тут есть разные диаграммы ну в данном случае я уже показываю просто какие диаграммы можно сделать без поправки на их содержательность да можно вот эти такого типа диаграммы строить можно строить диаграммы связи в общем это инструмент для анализа информации ну и в него еще это он только недавно начал разрабатываться но очень много чего добавляется и потихоньку в него еще добавляются инструменты анализа и в принципе по нему есть еще масса других видео вот так давайте перейдем дальше да тут вопрос пришлем ли мы запись да если у нас ничего не случится технических сбоев в процессе записи то конечно же мы пришлем вам лично Татьяна Арабаджи спрашивает и вообще эта запись будет выражена на нашем канале на ютубе про который я потом позже скажу в принципе что еще можно делать если вдруг не устраивает стандартная модель да можно взять матрицу расстояния и сделать собственную модель на основе этой матрицы расстояния ну в каких случаях это может быть нужно ну например вы хотите оптимизировать не просто по расстоянию а если у вас есть задача например транспортировки грузов и нужно оптимизировать не по расстоянию а по транспортным расходам а транспортные расходы зависят от некой сетки тарифов да то есть это уже как бы немножко другая задача вернее алгоритм тот же самый но он усложняется дополнительным условием можно конечно реализовать все это с помощью того же питона ну и самых разных вариантов на основе матрицы расстояния написать свой алгоритм в принципе даже были у нас опыт подобных работ но да есть библиотеки линейного программирования то есть там масса самых разных вариантов я не буду в них погружаться но есть такое выражение строить изобретать велосипед велосипедостроение по-своему увлекательное очень полезно в плане самообразования но все же прежде чем писать свою реализацию алгоритма желательно убедиться что стандартный инструмент не может решать эту задачу потому что часто бывает что в компаниях программисты или специалисты по анализу данных любят начинать писать что-то с нуля можно писать это с нуля но это часто долго дорого а результат уступает готовым продуктам которые уже много лет тестировались там выловлены все баги и дешевле купить продукт чем оплатить часы человек который будет сидеть там два месяца и что-то изобретать ну и давайте перейдем уже к то на чем это все работает значит данные для расчетов используется граф дорог граф дорог это модель данных варгис он строится на основе различных данных есть коммерческие поставщики я перечислю два но вообще их больше то есть есть компания хир она же раньше называлась нафтек есть компания том-том мы используем данные коммерческие компании хир потому что они на россию пожалуй самые лучшие мы у нас есть готовые процессы по преобразованию их в граф дорог аргис у этих данных есть информация об историческом трафике о живом трафике и вообще у них в принципе самое на наш взгляд лучшее покрытие в России том-том есть еще компания аналог в принципе компания хир но россия они занимаются меньше поэтому на россию до последнего времени сейчас даже не знаю как данные у них были похожи есть бесплатные варианты как у см но в случае см надо учитывать данные которые собираются добровольцами нет никаких гарантий ни подробности покрытия то есть где-то люди постарались что-то собрали где-то не собрали нету никакой гарантии полноты данных а если это граф дорог там например такая штука как направление движения повороты это все заполняется не в первую очередь можно взять собственные данные собрать граф дорог теоретически ну и практически тоже плюс есть данные о социально-экономических показателях мы давно сотрудничали с компанией SmartLog в которой есть данные на большую часть России например по количеству домохозяйств и в коммерческих данных про которых я только что говорю данных есть еще не только навигационная информация но информация об объектах там о магазинах почтовых отделениях больницах контурах домов вплоть до трехмерных моделей здания автоматизация процессов разработки приложений тоже очень обширная тема на самом деле я ее коснусь так крайне поверхностно есть модель Builder это инструмент позволяющий связывать цепочку процессы для цели автоматизации и он хорош тем что для работы с ним не нужны навыки программирования и знания языков программирования можно упаковать задачи в виде сервисов геообработки то есть сделать так чтобы инструментом могли пользоваться не только специалисты у которых установили настольный продукт но сделать некую веб-систему в которой любой специалист в организации может зайти и произвести какой-то расчет даже ничего не зная о ГИС-системах есть разные варианты расширения функционала настольных продуктов можно писать расширения можно писать собственные инструменты на питоне который является родным языком автоматизации задачи в Аргисе можно писать в мобильное приложение на под Net Ява тут под iOS Android но соответственно с помощью разных языков программирования разных фреймворков таких как например кути который который можно написать код один раз использовать его на всех на всех платформах вариантов очень много я так ну очень кратко по всем прошелся ну и можно еще показать есть ресурс developers argis.com и есть API для JavaScript который позволяет разрабатывать на базе алгоритмов веб-приложения вы можете посмотреть убедитесь что можно делать практически все это что касается разработки есть магазин геоданных внизу его адрес и в принципе вы его можете легко найти в гугле набрав магазин геоданных это мы сделали ресурс в котором можно посмотреть разные наборы данных ну вот в том числе навигационных и социально-экономических ну и не только вообще все что у нас есть в плане геоданных мы попробовали постарались выложить на этот магазин если у вас кстати говоря есть какие-то свои данные можете нам написать ну возможно если сможем если договоримся выложим эти данные на наш магазин есть наши страницы в соцсетях в фейсбуке есть есть наша страница на ютубе есть даже страница в инстаграме и есть блог на нашем сайте эзерцис.ру вот вы видите я надеюсь ссылки на все эти ресурсы в фейсбуке мы выкладываем посты на тему что нового появилось в основном что нового интересного блоги больше про технические какие-то аспекты более подробные длинные статьи с техническими аспектами на ютубе выкладывается все видео которое у нас появляется в основном это видео с конференции ну вот видео с вебинаров тоже ну некоторые иногда бывают переводные ролики ну инстаграм в основном фотки с мероприятия но не только то есть тоже там для тех кому формат инстаграма удобен тоже можно посмотреть еще хотелось бы сказать что у нас каждый год проходит конференция пользовательская на которой рассказывается в том числе то что я рассказываю на вебинаре только в гораздо больших объемах она в этом году будет проходить два дня в Москве уже мы переехали из Клязь мы переезжаем в Москву отель W3Hilton можете уже начинать регистрироваться причем сейчас до по-моему еще некоторого времени регистрация будет дешевле чем регистрация непосредственно перед конференцией вот это как раз ресурс эзерцис блоги с нашими статьями и давайте наверное перейдем к ответам на вопросы ну еще немножко заскочу вперед вот два адреса внизу это почтовый ящик восьмой меня Юрия Копина и наш корпоративный общий ящик значит на мне можно писать вопросы вот если вас что-то заинтересовало по этой теме спокойно совершенно а на общий ящик можно какие-то общие вопросы по наличии по стоимости продуктов лицензированию ну на самом деле и туда и туда можно писать ну давайте перейдем к ответам на вопросы так вижу вопрос про естественные препятствия да во всех инструментах нетворк-аналиста можно учитывать естественные препятствия то есть строить ставить барьеры вручную или как-то можно настроить процессы автоматически и они будут учитываться при расчетах так следующий вопрос помощь в разработке веб-приложении требуется ну наверное ну в принципе у нас было объявление что мы по-моему ищем у нас вакансии есть разработчика то есть разработчики в принципе нам нужны я сейчас прям стопроцентно точно не скажем если она вот в этот текущий момент но некоторое время назад была так в принципе у нас есть отдел который занимается разработкой так магазин данных не открывается давайте сейчас откроем так смотрите в гугле набираем магазин биоданных данных и первая же ссылка дата из ресисру вот она и вот у меня по крайней мере все заработало а в хроме возможно надо будет проверить проверим в хроме но сейчас наверное не будем на этом сильно останавливаться ну я в принципе я рассказал лишь небольшую часть про модуль network analyst у него там еще есть масса разных вариантов использования таких как например расчет маршрутов для парк транспортных средств это вообще отдельное направление вот и больше про все это вот это мы будем рассказывать на нашей конференции конечно же так ну за сколько смотреть какие данные то есть это вот так я наверное в чате не смогу решить этот вопрос прямо сейчас ну мы не знаю мы как бы магазин данных мы их не покупаем и потом продаем мы как бы даем вам площадку через которую вы можете с помощью нас продать скорее так так ну я смотрю вопросов пока что нет ну в принципе если вы потом появятся вопросы у вас вы можете написать на вот этих два почтовых ящика мы обязательно на эти письма ответим вот спасибо всем кто нашел время чтобы послушать надеюсь не будет технических проблем с записей мы сможем выложить этот вебинар на наш канал на ютубе сейчас я даже могу открыть ютуб вот наш канал на ютубе и здесь появится новое новое видео вот всем спасибо следите за новостями на нашем сайте там появляется сообщение о новых вебинарах ну и приходят рассылки соответственно всем еще раз спасибо и до свидания спасибо 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 спасибо